Открывая совещание, президент сразу без лишних слов попросил главу МЧС Евгения Зиничева доложить о ситуации с наводнением в Иркутской области. Министр сообщил, что уровень воды в пострадавших районах неуклонно снижается. Уровень паводка по рекам перемещается вдоль течения. В соответствии с вашим указанием, в рамках выделенных правительством Российской Федерации денежных средств организованы выплаты финансовой помощи гражданам. Первоочередную материальную помощь по 10 тысяч рублей получили 8 647 человек. Население в пострадавших районах обеспечивается предметами первой необходимости. Особые задания в ликвидации последствий наводнения возложены на опытного организатора Виталия Мутко, который возглавил правительственную комиссию. Надеюсь, как это ни странно, и вы используете свой опыт подготовки к Олимпийским митрамм, потому что здесь я не случайно именно вас номинировал в этом качестве, имея в виду ваш опыт работы по строительству, реконструкции большого количества разнородных объектов. И делать нужно быстро. Президент объявил, что подготовил соответствующий указ. После нашего совещания в Братске вышел перечень моих поручений, как вы знаете. Сегодня они все оформлены в указ президента. Прошу руководствоваться этим документом. Участники заседания обсудили ход выполнения ряда неотложных поручений президента, сделанных после прямой линии, и перешли к главному вопросу – законодательному оформлению нацпроектов. На своей недавней прямой линии Путин пообещал реальные результаты по нацпроектам уже в этом году. Ведь именно с 2019 года началась активная фаза исполнения этой президентской идеи. Суть нацпроектов, на которые выделяются огромнейшие суммы – 26 триллионов рублей – состоит в том, чтобы войти в пятерку ведущих экономик мира, обеспечить темпы роста выше мировых, удвоить несырьевой экспорт. Это даст возможность значительно повысить уровень и качество жизни россиян. Естественно, Путин осуществляет постоянный и строгий контроль, как выполняются утвержденные планы. Все идет по плану в целом или есть отставания в каких-то областях? Пока у нас никаких нарушений, избивых графиков нет. Хотя, например, если говорить о национальном проекте «Наука», который впервые стал национальным проектом «Наука», у нас все мероприятия носят характер впервые. И Сколково тоже входит в это число? Нет, Сколково не входит. Дело в том, что научно-образовательные центры, они касаются в большей степени регионов. Их инициируют регионы. В этом году пять пилотных регионов. Мы посмотрим, как они запустятся. Какой объем выделяемых средств будет освоен к концу этого года на ваш проект? Там все-таки 4,5 триллиона, если не ошибаюсь. Общий объем бюджетного финансирования на весь период проекта, бюджетного финансирования, это чуть больше 3 триллионов рублей на оставшиеся пять лет реализации проекта. Но с учетом небюджетных средств это 7 миллиардов. Это сейчас Москва-Санкт-Петербург. Мы надеемся, что и дальше проект будет развиваться. Есть планы Москва-Казань, и у нас проектная документация завершена. Есть перспектива Москва-Минск. И это проекты в области развития инфраструктуры морских портов, потому что мы хотим на треть увеличить объем перевалки грузов. Министрам надо работать с полной отдачей. Ведь еще в феврале Путин на подобном совещании в Кремле пообещал ровно через год дать оценку каждому, кто отвечает за нацпроекты. Для президента это первостепенная задача. От нее зависит достижение настоящего прорыва в экономике и других сферах жизни в стране. Владимир Кондратьев, Владимир Фомин, Валерий Демин и Ольга Пушникова. НТВ. Москва. Кремль.